Электронные петиции как средство коммуникации. Новый формат взаимодействия власти и общества в Запорожье заработал с 1 января и уже показал свою эффективность. О первом опыте работы с электронными петициями говорили в ходе круглого стола в агентстве региональных инициатив. За месяц через сайт Горсовета были поданы 245 петиций. Из них 190 опубликованы, еще 55 отклонены. Отказывали тем, что шли в разрез с положением или носили явно коммерческий характер, хотя попадались и совсем смешные. Как, например, предлагали построить телепорт или переименовать улицу Каменогорскую в Каннибал-Корбскую. Электронная петиция на самом деле это уникальная возможность коммуникации власти и общества и термометр проблем, волнующих в данном случае жителей города. Транспорт 40%, благоустрой 20%, 19 и 18, транспортные шляхи 15%, тарифы 4,9%, громадская безопасность 4,1%, экология 3,27%, меньше 4%, топонимика 2%, памятники 2%, освещение 2%, спорт 1,6%, парки и скверы 1,6%. Я удивлен количеством петиций, очень сильно удивлен. Люди активно включились. Это хорошо, это показатель того, что у нас все есть предпосылки для того, чтобы называть наших горожан информацию. Да, услышанные, можно считать, что у нас уже информационное общество сформировалось, потому что электронные петиции это в первую очередь инструмент для пользователей интернета, пользователей социальных сетей. Чтобы петиция была рассмотрена депутатами, она должна набрать 750 голосов за 60 дней. Пока что этот рубеж преодолели обращение о запрете маршруток, устройстве велодорожек и покупке оборудования для эко-мониторинга. Чтобы петиция оказалась эффективной, она должна быть интересна для всех горожан. Так что активная жизненная позиция приветствуется, утверждают представители городской власти.